Митрополит Волоколамский Иларион открыл в Татарстанской митрополии торжества, посвященные тысячелетию со дня представления крестителя Руси, святого князя Владимира. Архипастер принял участие в торжественном открытии Духовно-просветительского центра «Апостол». Чем удивила митрополита Илариона местная православная молодежь, расскажут наши коллеги. Духовно-просветительский центр «Апостол», который должен стать площадкой для реализации молодежных, социальных, образовательных и просветительских инициатив. Класс оборудован для уроков кройки и шитья, для вышивания, аудитории для просмотра фильмов, презентации для старшей аудитории, большой класс. Также у нас есть музыкальный класс, актовый зал замечательный, библиотека. В актовом зале подвели итоги конкурса проектов верующей молодежи. Из рук иерарха Русской Православной Церкви победители конкурса получили сертификаты. Проект «Добробус» Нелли Фазлеевой уже действующие на автобусе с доброй миссией. Ребята едут в самые отдаленные уголки республики, приводят в порядок храмы, помогают нуждающимся, демонстрируют фильмы. Автобус закупил храм преподобный Серафим Саровского в городе Казани. И нам нужен грант для того, чтобы его немножко привести в порядок, закупить оборудование. Это может быть экран, видеопроектор, колонки. Православная молодежь, в свою очередь, приготовила для митрополита Илариона сюрприз. Образы, которые создавали при помощи песочной анимации, удивили митрополита. Когда я наблюдал за тем, что происходило на экране, я понял, что есть в жизни какие-то вещи, которых я никогда не видел. И я радуюсь тому, что здесь, в Казани, в столице Татарстана, существует такой замечательный центр. Апостол не случайно открылся именно в год тысячелетия со дня смерти святого князя Владимира. Как говорят верующие, его подвиг и путь, предопределивший ход православной истории, будет примером живой веры. Каждому, кто захочет потрудиться на площадке Духовно-просетительского центра. Тысячелетие представления святого равноапостольного князя Владимира – это юбилей, который наша церковь будет праздновать в течение всего года. Я сам попросил святейшего, чтобы посетить именно Казань. И я решил, что до тех пор, пока начнутся празднования везде, летом, осенью, лучше приехать сюда и начать эти торжества именно здесь. Еще одно мероприятие, приуроченное к тысячелетию представления святого князя Владимира – открытие фото-выставки «Вера в объективе». Это 120 фоторабот, весомый вклад татарстанских фотохудожников в межконфессиональное согласие. Здесь запечатлена духовная сторона жизни. Как строятся храмы, проходят религиозные праздники и службы, фотоработы на библейские мотивы. Это огромный пласт культуры человеческой. И это было всегда, и это всегда будет. Двери Духовно-просветительского центра «Апостол» открыты для всех верующих ежедневно. А увидеть духовное глазами фотографов в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля можно будет до 10 апреля.